Так, всё. Газую. Скорость. Я скорость. Один победитель. 42 лузера. Я таких ем на завтрак. Завтрак? Да, подкрепиться, не помешало бы. Нет-нет-нет, сосредоточиться. Скорость. Быстрее быстрого, скорее скорого. Я... Ангелина. Эй! Ангелина. Готов? О, да! Ангелина. Готов! Ребят, привет! С приездом меня в Володя Кавказ. Шикарнейший город. Красивые горы. И я здесь начинаю свой первый пик на Эмочке. На Истер мы проедем 3200 номеров из Володи Кавказа до Арктиза с ребятами из Need for Trip. И для меня это будет первый экспириенс, когда я вот на такой дальняк еду на своей собственной машине. Чуть более поклонно, все пассивно, тем более тут такие нереальные виды, говорят, что это красивее Альц. Но мы хотим с вами это проверить, конечно, поэтому сейчас будем выезжать с этой малышкой. Я ее не видела полторы недели, потому что она клеилась с полиуретаном, у нее уже немножечко сколов было. Конечно, очень обидно, но... Слава богу, я сейчас это сделала, иначе бы я и хотя бы плохела. Короче, пишите свои комментарии, оставьте по тебе. И надеюсь, что этот трик просто не забываем, как говорится, если не можешь оставить хорошее впечатление, оставьте, не забываем. Погнали! Что же там? Это май, ну раз все, конечно. А, это наклеечки, это много пакетики для... О, это что? Это пленка? Да, она заряжена, у каждого в экипаже есть своя пленка. Короче, фоткайте вайп, фоткайте моменты. Ангелина, что там? Куда ты снимаешь? Вот. Вот. А вот это что? Под сумку подходит. О, Ангелина. Компетишн! Компетишн! Это моя машина. Теперь это мое. Каждый раз когда я возьму мою машину, мне кажется, что отстал, что это появится, и такой. Ну что? Пахнет лучшим отдыхом за все лето. У меня из окна водные такие горы. Сейчас ребята делают посвят мои машины, в их экипаж большой-большой. Куда ты? Куда ты? Готов? Пишем. Брэ. Брэ. Ты знаешь? Ты говоришь, что мне руки ставили. Ты знаешь, что? Какой спик? Это же твоя тачка? Да, это твоя. Прям чувствуется, что это не арендная. Я не знаю. Пулл стоп, пулл стоп чисто, но только перформанс тормоза опциональные, жирные, большие части поршневые, жёлтые типа АЦС эти. Классно. И рамки магнитные, чтобы фоткаться красиво в целом, номера скинул и всё. Я нет, штраф выплачу, езжу с номерами, да. Всё, как тебе нравится? Вообще всё классно. Ты подписчик, да? Верно. Что про Ангелину сказать? Честно, про Ангелину, блин, как крутая девчонка, вот, напряменно, конкретно. То, что новосеть, это вообще удивительно. Ребята, вы заметили, что номера-то я поставила ещё скорки сюда? И гляньте, какие они крутые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА âuоу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-у-у-у-у ТРИГОВКИ Уртого ТРИГОВКИ 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 Уртого ВСКУTw ВСКУТА Уртого Я впервые так в колонне еду, чтобы, знаешь, вот впереди тачка, сзади тачка, еще зади тачка, и чтобы мы ехали в один какой-то пункт назначения. Надо отдать должное, пока я ехала из аэропорта до отеля, дорога была очень хорошая, прям она была без каких-либо колдобин, без всего, то есть ровное дорожное полотно, и было очень приятно легко ехать. Ребята, как вы знаете, в моем гараже уже достаточно машин, но если честно, я бы парочку продала, потому что они стоят без дела. Но так не хочется тратить на продажу много времени и сил, плюс, честно говоря, не хочется оказаться обманутой по цене. Так, стоп, существует же аукцион, это бесплатный сервис от авитоавто. На аукционе можно продать авто тому, кто заплатит больше за счет механики, позволяющей получить несколько предложений по выкупу от проверенных дилеров в одном месте и выбрать лучшее для себя. Теперь давайте подробнее расскажу о преимуществах. Во-первых, скорость. Оценку авто вы можете увидеть уже спустя два часа после того, как вы оставили заявку. Во-вторых, это безопасность. В аукционе участвуют только проверенные дилеры. В-третьих, продавец сам выбирает из предложенных покупателями условий лучшее. Оформить заявку на онлайн-аукцион можно за пару минут, а специалист авито проконтролирует сделку. Смотрите, заходим на авито в раздел «Авто», выбираем продажи на аукционе, оставляем заявку и получаем оценку авто уже через пару часов. Но и самое главное, заявка ни к чему не обязывает, не нужно ни за что платить и можно отказаться на любом этапе. Даже если привели диагностику машины и все готово к заключению сделки. Ребята, продавайте авто через аукцион. Это безопасно. Ссылочку оставила в описании. А что на М3 там стоит, да? Да. У него уже какой-то горский акцент появляется. Давай ему самам кинет, да? Это может с нами, нет? Они не с нами? Это просто братья. Просто братья. Отлично. Не дорогая? Уааааа! Не такая? Замнил. Сказать, что однажды... Какой тебе показать язык и рассказать ничего? Нам нужен перевод с М-языка. Что вы хотите сейчас? Ааа, не надо. Так, у меня получится в третий раз начать? мы все очень ждем твою историю это очень странная история значит я выезжаю на трешку это была ночь 11 часов вечера просто колонны едет машина бедно ну 40 на 50 аварийками они точно куда-то ехали кто знает что это такое напишите в комментариях потому что я не поняла что это за феномен был такой пока у меня не было ее я ездила на м4 полный привод это вообще другое она просто не вот этот вот тяга у мотора просто бешеная были проиграл мне кальян он сказал что здесь стоит 4 4 до 8 а здесь стоит в 6 3 не но у него тоже звук турной вообще от и барала заплатки для шин барала не кое зачем весь этот турец если у меня есть амулет из японии на удачу я реально тебе отвечаю он из храма 47 ронинов это как раз амулет на удачу и защиту типа сам защиту покупаем в одном из самых сильных по духовной вот энергии мест так что это точно рабочая тема здорово бандиты он такой у него джекпот джекпот сразу сразу три машинки как я люблю канал блондинка драйв всем отделом смотрим ну такую чё вас так много может вы или с дороги седите или поедете хорошего дня до свидания он еще топит так нет да он 150 идет и чё 15 какая у него и рейтинами что у него задние стоп-сигналки виде сердечек прикиньте вот смотри мне похоже на какое-то очень укрымое лицо как будто он его не докормили просто ребят я хочу чтобы вы через экраны прочувствовали эту атмосферу когда вы едете вот поем куда-то под музыку впереди горы офигенные серпантины под такой тачка не страшно когда тебе чуть-чуть за 20 не найти там партнера по жизни страшно не купить пеппы на тебе шла вот просто новый пеппы поэтому сейчас все есть сейчас все есть офигенное время есть поэтому я хочу чтобы вы его разделили со мной слева очень антуражная заправка если у нас такая будет по пути я бы с удовольствием встала там пофоткала бы тачку она была тихо 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 вот и проверили тормоза ебать я обозрался я прям видела ребят в своих мечтах в своих грезах что я хочу взять тачку и просто ехать по дорожному полотну слева горы и справа горы еще это такая низинка и ты едешь без камер ну в смысле не без этих а без вот этих и это так классно идти больно на своей тачке это только начало пути и сегодня наши организаторы говорят что будет самый красивый день они получаются что живописный пипец дороги лучше чем итальянские альпы смотри там поле на ишаке едут а а а а а а а а а где у нас будет привал контент зона еда конечно же рахмед рахмед салбол баскетбол волейбол гамбол футбол анал моно сыр в паутбол или а а а а на м а э м м а Напомни, пожалуйста, когда мы приедем в точку... Чего бы просто не поболтать во время? Давай, давай посерпать. Ну, когда приедешь в точку, ты не забудь там коференку, а у нее ты не замечаешь. Ты давай, ебать! Да это, блядь! Коровки, коровки! Ой, блядь, они так близко стоят! Мы едем безумно. Я не чувствую предела на колесах, то есть там запас у машины просто вообще... В плане, что мы не при мощности не прием? Нет, да, именно... Я не поддаюсь, я боюсь пока, понимаешь? Я понимаю, я имею в виду, что даже нет намека на скольжение резины, то есть такой зацеп и такой вообще запас всего, что просто охренеть. Я очень гордюсь этой машины. Музыка Музыка А как тебе, можно? А можно бебедить? Или он на нас наоборот? Не знаю, лучше. Ой, чувак. Спасибо. Спасибо. На спортивный переходишь? Нет, чтобы руль точно не скальзывал. Ну и модно, типа молодежно. Три-два-шесть, пауэр. Альчантара, потолок Альчантара. Чего какой-то? Такой-то фильтр тут стоит как-то. Альчантара, потолок Альчантара, потолок Альчантара. Люда! Вау, офигеть! Это да, офигеть! ОМАЛДИ. ЭЭДА ПИЙНЕ! Жилья! ЭТО БРОЕ АЛЧЕНТА! Где красиво! БЛЯЯЯЯД! Это просто нереалка. Обалдеть. Блин, просто на дороге везает. Как ты здесь? Ты прикинь, что такие виды бывают вообще? Как это все природа создает, я не знаю. Сюда. У меня все спасело, просто все спасело. Обалдеть. Обалдеть. Мы онорвались от всех. Понятно. Сори, что-то я прям так завелась. Завелась. Нет, ну это обалдеть, пожалуйста. Какая Москва вообще, вы че? Просто нафиг. Вау. Это пиздец, просто на слов, у меня слов нет вообще. Аналоги, что-то. Я до сих пор все ходуном ходит. Мы остановились в пограничной системе, поверяла по спорта. Я сейчас осознаю, что я это вижу все своими глазами. И камера, ребят, вообще не передает даже одной десятой того, что мы видим. Это все так нереально. Это все наша страна, это все наши в этом края. Ну, по факту, родные же, да? Я в шоке. Я сейчас на своей машине. Велик, я просто не могу, это так красиво. Это так красиво. Это просто нереалка. Это очень круто. Я просто не могу, я, знаешь, закрываю глаза и ощущение, как будто я во сне в каком-то. Будем проезжать перевал, там будут самые токовые виды. Там будут самые токовые виды. Можно подготовить подпузники, то, что кто-то будет писаться. Блин, мне хочется просто камеру выкинуть, потому что, типа, смотреть через вот этот недоискатель, вот это вот, это просто нереально. Блин, вообще я в шоке от держака у М4. Ну, то есть, типа, даже намека на соскальзывание, то есть, там еще запас такой прям. Сегодня не облачко. Это канал Блондинка Драйв. И меня зовут Виолетта. Откуда я? Почему я в этом канале? Неважно. Просто. Это моя память, я на вот брюнетка драйв. Кучерявая драйв. Кучерявая. Смотрите, вот на это. Вот что-то прям, вот такое вот. Это радость. Спасибо. Время без забот Будет вспоминать тебя через год Из автомобилей ради вцу Напомнит нам о том, что не сбылось. Знаешь, горы по колену, горы по колену, горы по колену Если держишь шаг, никаких потерь, просто наступает вред. Время разложить эту жизнь Обалдеть. Это все как будто сон. Позо мной плывет земля. Я просто в шоке. Да, 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 да. Это видеофор. Нет! Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау, я столько эмоций получаю в одну секунду просто! Вообще-то все такие гостеприимные, обалдеть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну нахер вообще! Да что это такое? Помогите! Столько красоты сразу, обалдеть! Смотри, Марта, крышу открыла и мочек покажет. Да, ты пожоришь. Я не верю, что это все у меня перед глазами. Ты посмотри на это! Охренеть! Блин, не потеряй, не теряй, не теряй, не теряй, не теряй, не теряй, не теряй, не теряй. Вау! Молодец! Вау! У меня получилось! Это был мой первый трифт, скажем вы, дюйма. Нереально. Я... Все, у меня слова. Здорово, я пора. Просто, приду через кулах. Нет слов, которые могли бы описать вот эту красоту. Просто я вообще не боюсь, что делать. Снимать, смотреть. Не сложно это. Лежащий полицейский, эти папки. Никого не стыдно. Я же как бы, я не с ума сошла, я это не одна вижу. Я не знаю, что сказать, родственник. Это как будто нарисовано все, я не верю. Я просто не верю, я сейчас готова плакать от того, как это красиво. Я плачу, ребят, я официально плачу от того, как это красиво. Просто смотри, это вид из окна. У меня из... Знаешь, я думаю, что сейчас самое время. У меня из окна видны вот такие бюры. Йоу, это Капкас. У меня из окна видны вот такие бюры. Продяжут встречи. Буду быстрее, чем на скорой. У меня из окна видны вот такие бюры. Если непонятно, нами невзгляд на твой город. У меня из окна видны вот такие бюры. Продяжут встречи. У меня горячая голова. Ты вообще понимаешь, что там? Я не понимаю. I can't believe. Это просто нереально. Я хочу быть той коровы. Вот я, если я реинкарнируюсь, хочу быть этой коровы, которая живет здесь. Можно? Как будто, я не знаю, вообще. Я думаю, что по ту сторону красота, типа, что вы, что вообще? Ну, это впечатление, которое я не знаю, как вот я сейчас глазами смотрю. Пожалуйста, напишите нам реально интересно в комментариях. Это ощущается, насколько здесь красиво через экран? Через экран, даже вот 4К. Напишите, да, нет? Я не удержался. Если бы я была здесь коровы, я бы давала самую вкусную молоку. Отвечаю. Я уже пришел в туалет. Это мы сами в YouTube. Док, прям на меня жестко смотрит. Ребята, эта кухня, она просто почти отличная. Итак, это Орел Решка, и мы сегодня во Владикавказе. Живем не на 100 баксов, а на золотую карту. Орел Решка, и мы сегодня на 100 баксов, и мы сегодня на 100 баксов, и мы сегодня на 100 баксов. Опа-на! Можно, знаешь, как еще делать? Извините, чуть-чуть себе. Вау! Я всего вижу, чтобы цвет корпуса был так же внутри машины, в плане, вот повторял один в один. То есть у меня вот здесь вот такая же панелька, у кого же цвета, это очень прикольно. Она очень типа идет. Она такая девчатя-машинка. Они леворульные идут? Да, да, бывает. Это тут динамики. Когда ты едешь, если тебе кто-то звонит, у тебя отсюда идет звук, и ты разговариваешь по телефону, не слышно ни ветра, ничего. Ты едешь, и у тебя звук, как будто вот он в ушах, как будто ты в наушниках. Но японцы делают вещи. Это же японцы? Да, да. Еще раз. Японцы делают вещи. И постучи еще по двери. Если есть машина с квартиры, то я тоже должна быть. Великолепно в клубе, боже. Мы сейчас будем снимать кар-бай-кар, короче, самые красивые прокатки. Потом мы поедем вон туда. И вот так. Короче, мне кажется, что здесь Макуин с Салли. Помнишь, ездили вот таким серпантином? Мы здесь познакомились. Так вот, что это одна машина синяя. Еще красная. Раскладывается. Раскладывается. Коль, а попробуй, короче, звук четырнадцатикратный. А, прям не пятнадцатый. Да вас видно, вас видно, все равно. Продолжение следует. А что, что случилось? Я выехал на траву. Короче, не больше всего не подержали эти номера. Раннические творения. Ну, это не страшно. Мне самое главное, типа, ранники, если живые, это все ок. Нет, должно быть все живо, мне кажется. Сейчас вытянем ее. Ну, что было, давайте разбирать. Вон там лев зашел у нас в три. Чуть-чуть съел земли. И его вот так вот несло бы туда. А съел земли где? Вот, вот, видите, вот там. Вот, там. А это что за ручей? А, это просто вода, да? А, нет, там машины. Я подумал, что это от машины, да. Ты сзади ехал? Да, и на очки снималась. Не, ну вообще обидно, как бы, ну, Лёва тут начал аккуратно исполнять. Причем, реально, это две секунды буквально все, и вам в кювете. Но смотри, есть шанс, что бампер не совсем, ну, как будто, конечно, бампер... Да не, ну, тут поврежд... И смотри, на камеру он сел. Да? Нес, а то есть там норм? У тебя никакого там выброса от инолина? У него только, я думаю, emotional damage произошел. Чуть-чуть, блядь. Вот такое очко стало, да? Я испугал, на самом деле, я думаю, норм. Причем, дальше этот момент ты, как бы, критически понимаешь, что затормозить человек не успеет, но ты все равно в мозгах прокручиваешь мысль, блин, ну, по тормозам, по тормозам. А тормоза-то не работают. Ну, давай так, хорошо, что вот сюда, а не вон туда. Да. Она растянила, сейчас ее надо пикнуть. У кого-то боевые в этой колонии, он должен держать марку, он должен вдвоем ехать. Мне кажется, что она поедет. Теперь местное событие. Достопримечательность. Может быть, музейный экспонат такой? Пожалуйста, это для всех тех, кто вшет БМВ. Просто... Стоп! Перевод! Живите долго и счастливо. А что? А? Да. Поехали. Поехали. Я лечу как... Скучок отсутствует, согласны. Не, ну рулится она клево. Телефон вверх, конечно? Да, конечно. Да, я понял. Так, смотри. И это только первая часть путешествия. Дальше больше. Я очень надеюсь, что экран хоть на чуточку передает уровень красоты того, что мы увидели. И если ждете вторую часть, ставьте лайк. Для вас простое движение, а для меня это дико приятно и большая мотивация снимать для вас дальше. Пока-пока.